Неравенство треугольника. Произвольный треугольник. Солиума длин любых его двух сторон больше длинных третьих сторон. И разумеется, не только для страны, а именно любых двух сторон. То есть АБ плюс БЦ у нас больше, чем АЦ. И больше чего? Больше процентов. Ура! Три неравенства. Почему эти неравенства? Вообще-то стоило бы обсудить. Но это вопрос, какими акселами пользоваться и так далее. Давайте сейчас это время наставим в сторону. И будем пока считать, что это мы знаем. Согласитесь, что мы это поверить можем. Правда? Сумма любых двух сторон больше третьей стороны. Так вот, давайте, пользуясь этим знанием, пользуясь неравенством треугольника, решим разные задачи. Ну, например, вот такая задача. Додан треугольник, в котором одна сторона 2 сантиметра, другая сторона 5 сантиметров. А вот этот отрезок Х. Чему может равняться Х? Если получается 2 плюс 5, 7, соответственно, Х может быть любым числом от 1. А, он меньше 7. То есть до 7. Да, кстати, вот очень важная вещь. Если треугольник, то неравенство строгое. А если у вас отрезок лежит на той же прямой, то вообще-то может быть и равенство. Понимаете, да? Да. Почему треугольник? Когда два отрезка. Вот если треугольник, то будет больше. Так, давайте-как, давайте треугольник. Если треугольник, тогда 2 плюс Х, хорошо. Дальше. Еще какие неравенства треугольника есть? 5 плюс Х. 5 плюс Х, да. Что это? Больше двух. И еще. Добавая 5 больше. Вот. 2 плюс 5 больше Х. А теперь вопрос. Какое из этих неравенств на самом деле никому не нужно? потому что 5 больше 2 длина не бывает отрицательной и поэтому неравенство всегда верно хорошо, а это неравенство вполне себе интересное это то, что x больше 3, а это x меньше 4 x меньше 7 x принадлежит интервала от 3 до 7 круглые скопки означают, что x не может равняться 3, x не может равняться 7, а вот любым числом еще не имеет это все понятно? хорошо, теперь давайте изменим задачу представьте себе, что у вас возможен выражительный случай выражительный случай он такой например, вот так тогда чему будет равняться x? если я не говорю прямой да подумайте чему равняется длина вот этого отрезка? если здесь 2, а здесь 5 7 в этом случае 7 так и другая картинка надеюсь уже догадались есть отрезок длины 5 на нем есть кусочек длины 2 и кусочек длины x второй кусочек 3 правильно? 3 то есть, господа если разрешить выраженную ситуацию то тогда у нас и число 3, и число 7 возможно это отмечают квадратные скобки все понятно? это значит что отрезки не бывает кроме 3 и 7? нет квадратные скобки обозначают что конец отрезка разрешено врат здесь написано от 3 до 7 от 3 до 7 причем не 3, не 7 не бывает а вот здесь написано от 3 до 7 причем возможно что и 3, и 7 на следующий случай что такое, когда вы пишете от 3 до 7 и ставите квадратные скобки а 3 не бывает и 7 не бывает конечно, 3 на вот бывает 3 разрешено а 7 запрещено так, отлично отлично ну мы, как вы сказали, достаточно сложно решали эту задачу скажите, пожалуйста кто-нибудь может объяснить ответ понятнее, чем я это сейчас пишу вот когда у нас есть такая картинка вы понимаете, что вообще-то ее можно рисовать в разных местах? давайте представим себе что вот эти две точки у нас жестко зафиксированы просто взяли и отрезок длини 5 нарисовали жестко все эти точки нельзя менять и между ними расстояние 5 скажите, пожалуйста где может лежать в таком случае вот этот точек? на окружности с радиусом 2 на окружности с радиусом 2 ну, я не знаю, как мне красиво это получается но смысл понятно, да? окружность с радиусом 2 то есть эти все отрезки это радиусы а это все отрезки длины 2 так? замечательно а теперь естественная вещь когда вот эта длина самая маленькая, когда самая большая видно, что вот здесь самая маленькая? видно, что здесь самая большая? вот на самом деле не равенство треугольника это и есть вот эта идея что здесь самая маленькая 5 минус 2 это 3 а здесь самая большая 5 минус 2 это 7 понятно? на самом деле известный вопрос а как доказывать что когда будет двигаться по отрожности то вот этот отрезок все время будет расти? он идет только а нет чувствуете проблему? да то есть у вас есть какой-то отрезок вот в данном случае отрезок длины 5 у вас есть отрезок длины 2 и другой отрезок длины 2 и нужно объяснить что вот этот отрезок короче этого вот это . это B вот это C и вот это D известны следующее равенство AB это 5 сантиметров AC AD это 2 сантиметра понятно да? и при этом и при этом вы знаете что точка C расположена с этой стороны то есть при движении подружности против часовой стрелки сначала C потом D и вот формальный вариант что вот этот угол меньше вот этого вот это вы знаете в том числе угол CAB меньше угла D просят доказать что в таком случае BD больше чем BC согласитесь это понятная задача если поставить ножку циркуля на округ на отрезок то при движении точка будет все время удаляться вопрос почему она будет удаляться вы согласны что это уже кажется проблемой а вот хорошо а давайте я попытаюсь нарисовать тихо ту же самую тихо треугольник начав с двух точек с точки C и с точки D вот смотрите господа вот есть где-то точка D вот есть где-то точка C это вот эти две точки все вы согласны что эти отрезки O2 как называется в таком случае треугольник D C равноведленный значит мы точно знаем что треугольник D C равноведленный причем даже сказано что это два но самое неважно для любых чисел но вот наша задача это два так так хорошо а теперь вопрос знаете ли вы что такое серединный перпендикуляр да что это такое это такой отрезок который выходит это не отрезок а лучше это прямая серединный перпендикуляр отрезку C D получается следующим образом вы делите отрезок C D пополам и проводите перпендикуляр откуда в геометрии возникает это слово серединный перпендикуляр и почему оно так важно те понимают потому что у равноведренного треугольника есть такое замечательное обстоятельство биссектриса медиана и высота что равны помните такое правило да у равноведренного треугольника какой попало берете равноведренный треугольник вот эти два равны берете середину тогда это будет и медиана и высота и высоты вспомнили ну я не знаю это достаточно просто на самом деле делается делается это так что когда у нас есть равноведренный треугольник представьте себе вот он есть равноведренный треугольник мы можем взять и опустить перпендикуляр можем тогда смотрите что возникает высота и 90 градусов а есть признак по гипотенузе и катету треугольник однозначно рисуется правильно есть такой можно если вы знаете длину гипотенузы и длину катет вы треугольник можете нарисовать? можете Значит, этот треугольник окоплен однозначным. Но с этой стороны треугольник с той же самой гипотенузой и с тем же самым катетом. Значит, эти два треугольника что? И значит, эти углы равны. И значит, эти отрезки... Все понятно? Важнейшее свойство равноведренного треугольника. Проведенная из той вершины, где равные отрезки выходят, медиана, бисектриса и высота – это на самом деле один и тот же отрезок. Все понятно? Замечательно. И теперь столь же простой вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет, если я вот эту точку сдвину вот сюда? Увеличится отрезок с этой или уменьшится отрезок с этой? Ну, на самом деле, не очень понятно, что будет с расстоянием до точки С. Потому что, смотрите, я мог отойти еще дальше, и тогда бы оно уменьшилось. Но точно, что вот этот вот отрезок будет что? Меньше. Меньше этого. То есть, точки, которые расположены вот с этой стороны, ближе к С, чем к Д. Согласны? Да. А вот это, вот это граница. То есть, можно себе представить, что есть у нас какой-нибудь король, живущий в этом городе, есть какой-нибудь там другой, живущий в этом, и они разделили весь мир по следующему принципу. То, что ближе ко мне, беру я. То, что ближе к тебе, берешь ты. А там, где одинаковое расстояние, там граница. Там ограничены. Разумно? Серединный перпендикуляр разделяет область, где расстояние до С меньше, чем расстояние до Д от области, где расстояние до Д меньше, чем расстояние до С. Отлично. А теперь, ребята, смотрите, пожалуйста. Нас просит доказать, что БД что? Больше, чем БЦ. Слушайте, а давайте вот положим, что это не так. Где тогда должна лежать точка Б? Предположим, расстояние БД меньше или равно, чем БЦ. Вот здесь вот у нас с вами точка А, да? А точка, скажите, пожалуйста, в таком случае точка Б может быть здесь? Хорошо. А может она тут вот здесь? Да. Может? Потому что он больше, чем БЦ. Тогда равно? Да. Может. Хорошо. А давайте попытаемся. То есть точка Б, точка, которая здесь, взяла и оказалась здесь. Вот на этой прямой. Слушайте, ужасно интересно. У нас там было правило. Угол САВ не больше, чем ДАВ. А точка Б оказалась вот здесь. ДАВ и ДАВ. А по-моему, это одинаковые углы? Разве нет? А у нас там нету правило, не больше. Там у нас просто меньше. Вот я про это и говорил, что это запрещено. Понял, что это запрещено? Да. Понял, что это запрещено. Хорошо. Значит, равенства не бывает. Ну и здесь то же самое, да? Если точка Б лежала здесь, то тоже была бы чушь. Значит, БД должно быть меньше. Хорошо? Значит, точка Б, она где-то вот здесь. Вот это вот отрезок 5. Ну, как-нибудь уже видно, конечно, что это ерунда какая-то. Но, тем не менее, давайте подбираться. Что такое угол САВ? САВ это? Это вот этот угол. Правильно? Да. Замечательно. А что такое угол ДАВ? Это вот это. Должно быть САВ меньше, чем ДАВ. А у нас что получилось? Наоборот. Противоречие? Да. Противоречие. Ну вот. Ну, если честно, это не единственный способ объяснять. Может быть, кому-то даже он не понравится. Но, во всяком случае, мне кажется, что я ерунда. Правда? Да. Вот. Господа, давайте я объясню, почему это, что называется, не единственный способ объяснять. Дело в том, что совсем скоро мы выясним такую штуку, как теорема косинусов. Теорема косинусов – это способ по двум отрезкам, в данном случае отрезок 2, отрезок 5, и углу между ними посчитать длину вот этого отрезка. Понятно? Вам понятно, что такая теорема должна быть? То есть, если у вас есть две палочки, выходящие из одной точки, и вы знаете вот это расстояние, и вы знаете это расстояние, знаете угол, понятно, что треугольник – это такой самый-самый первый признак компрентности по двум сторонам и углу между ними. Вот треугольник компрентности – это должна быть какая-то формула, которая выдерживает вот этот отрезок через него. Вот она есть, она называется теорема косинуса. Так вот, когда вы выучите теорема косинуса, то автоматически у вас просто будет формула, и по этой форме будет все равно. Понятно? Ну вот, если вы сказал, будет видно, что когда он увеличивается, то длина увеличивается. Так, значит, не буду проблем с теоремом косинусов.